всем привет вы на канале мистер бостон а это значит что сегодня будет очередной обзор очередной перевы ручки на сей раз у нас ручка с необычным форм форм об этом чуть позже от китайской компании majone под названием эйван или а1 несмотря на то что на корпусе написано moon man компания все же называется majone переименование произошло года два или три так назад но не пугайтесь если вы купите ручку majone не будет написано moon man компания все еще продолжает использовать старые комплектующие на корпусах на перьях и на конвертерах все еще можно встретить старое название этой компании moon man так вот чем необычна эта ручка необычная тем что у нее нету колпачка эта ручка типичный представитель так называемых бесколпачковых или каплис ручек чтобы активировать перо на этой ручке достаточно всего лишь нажать кнопку и у нас появляется перо нажимаем кнопку еще раз перо исчезает самые известные представители этой категории ручек все-таки пилоты ручки от компании пайлот существует четыре основных модели пайлот вани шантоны пайлот вани шинпоинт или каплис на разных рынках эти ручки называются по-разному существует облегченная и утонченная версия пайлот каплис это пайлот десима и две более дорогих модели пайлот лс и пайлот фирма на которых не кнопка стоит а поворотный механизм либо кнопочно поворотный существует еще такие же ручки бесколпачковые как минимум лами диалог и платином куридас у итальянцев по моему тоже есть бесколпачковые ручки но они какие-то невероятно дорогие и редкие давайте сравним эту ручку с другими ручками уже знакомым по моим обзорам это лами all star это пайлот метрополитен это пайлот каплис или вани шинпоинт и ручка от компании маджон видно что все четыре ручки плюс минус одинаковы по длине то есть как бы ничем особо по габаритам бесколпачковые ручки не выделяются но если мы откроем обычные ручки то у них происходит изменение длины за счет того что колпачок убран на бесколпачковых ручках длина остается плюс минус такая же и видно что они где-то на сантиметр или на два по длине чем другие ручки я закрою уберу эти ручки рассмотрим эти две ручки чуть поближе и так пилоты пилоты китайцы славятся тем что они копируют все что угодно от машин до бытовой техники и не минула сия участь первые ручки компания маджон полностью скопировала ручку от компании пайлот до такой степени что у них совмещено совмещается абсолютно все картриджи конвертеры и первые блоки резьбы то есть все 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 можно поменять на этих ручках давайте я продемонстрирую и заодно покажу как разбирается эта ручка и некоторые ее особенности вот ручка в разобранном состоянии у ручки перьевой блок вот такой вот длинный вытянутый и вид заправки у этих ручек картриджный либо конвертерный у ручки от компании пайлот стоит конвертер он 40 и у китайца стоит картридж который скрыт вот за таким металлическим колпачком некоторые люди при покупке того же пайлот или маджон не знают зачем вот нужен колпачок так вот этот колпачок нужен как раз таки за тем чтобы скрыть собой и защитить от нажатия на кнопку вот этот вот вот это вот навершия картриджа в общем да не пугайтесь если вы видите такую металлическую штуку не выкидывайте и она надевается на картридж видно что вот на перьевом блоке есть вот такой вот выступ и на корпусе есть вот такая прорезь на резьбе соответственно при сборке ручки после промытия или обслуживания выступ на перьевом блоке должен попасть в прорезь на корпусе и тогда у нас ручка соберется без проблем еще можно продемонстрировать что я могу ставить перьевой блок от китайской ручки в японскую все собралось что нажимается без проблем ну и точно так же можно перьевой блок от японцев ставить китайскую ручку и все будет точно так же работать вплоть до того что можно поменять местами навершия одной ручки и по другой то есть все прекрасно совмещается я все соберу обратно и рассмотрим уже более подробно только китайскую ручку так раз уж перо пока достал давайте покажу перо более подробно у этой ручки стальное перо на котором тоже написано moon man к слову о вот этой вот надписи про которые уже говорил то есть написано moon man размерная спира extra fine и никаких других перьев на данный момент нету перо вытянутое держится на пластиковом фибере за счет трения можно снять если хочется но я бы наверное не стал это делать только если есть какая-то сильная необходимость снимается но в принципе с небольшим усилием и вот именно у этой ручки как я уже говорил стоит package и защищен вот такой вот металлической насадочкой собираем обратно не забываем совместить выступы закручиваем чем хороша эта ручка тем что ее очень просто измерять ручка в длину 14 сантиметров все нет у нее никаких ни колпачков не и ничего отдельного в общем ручка длиной 14 сантиметров если мы нажмем на кнопку то длина по моему уменьшится на буквально там на пол сантиметра до где-то пол сантиметра длина уменьшается у этой ручки вес у ручки около 31 грамма точно такой же вес как у оригинала ручка сделано полностью из металла и покрыта краской и диаметр у ручки в самой широкой части 12 миллиметров можно рассмотреть ручку чуть поближе принципе ничего у него особенного нету за исключением от этого выступа которым сейчас чуть-чуть попозже расскажу кнопочка приятный звук приятный ход выступ колечка на основной части ручки надпись moon man и вот такое вот основание ручки грипп сердце в общем перо скрыто за металлической шторкой которая попробую снять получше если будет видно в общем перо скрыто металлической шторкой которая убирается когда кнопка нажимается и выезжает перо не знаю пробуем на оригинале может быть будет лучше чуть чуть видно нет наверное не будет видно ну в общем перо скрыто за металлической шторкой и в принципе ручка не высыхает шторка это держит довольно надежно оригинал у меня не высыхал за неделю китаец китайская ручка тоже где-то 5-6 дней может совершенно спокойно выдерживать и все зависит только от того насколько плотно вас прилегать шторка то есть я слышал отзывы у людей что китайская ручка высыхала за день а у кого-то китайская ручка высыхала за три месяца вернее не высыхала за три месяца в общем В общем, иногда все дело в том, что на эту шторку попадает чернила и высыхает там, и шторка закрывается уже не так плотно, и попадает воздух, перо пересыхает. Так, основная особенность ручек от компании Pilot, вернемся к ним на секундочку, в том, что у них есть клип. И этот клип, у него нетипичное расположение, когда мы пишем эту ручку, когда ручка у нас готова к письму, клип у нас попадает под пальцы, и вот этот вот выступ под пальцы является притчей во языцах. Кому-то этот клип очень сильно мешается, кому-то не мешается совсем, людям с нестандартным хватом клип будет мешаться точно. Мне клип не мешается при коротких, там, 2-3 минуты письменных сессиях, если что-то надо срочно записать на совещании, нажал кнопку «Ручка у тебя готова», но если писать долго, то клип мешается. Ну вот тут видно, что у пилота есть вот такой вот выступ под пальцы. И поэтому китайцы, выпустив сначала вот эту вот ручку в версии с клипом, буквально через месяц или два, они выпустили ту же самую ручку без клипа. То есть все очень шикарно, все удобно. И клип, известно, что он иногда выполняет роль защиты ручки от укатывания. Эта ручка будет кататься, в какой-то момент она остановится все-таки, но может быть слишком поздно, вот этот выступ не сильно защищает от укатывания. Чем еще хорош клип? Тем, что вы всегда знаете, где у вас перо. То есть клип у нас всегда ориентирован по перу. То есть взяв ручку в руки в любом положении, нажав кнопку, мы пальцами хватаемся за клип, и мы сразу можем писать, мы знаем, где у нас находится перо. Но в ручке вот китайского производителя такого не произойдет, то есть мы нажмем кнопку, и нам придется крутить ручку в руках, чтобы узнать, где находится перо и как ориентировать бумаги. Конечно же, вот этот вот выступ, он ориентирован по направлению пера, но не всегда это легко смотреть на это, то есть как бы нажали кнопку, приходится чуть-чуть повращать ручкой. Не так удобно, как с клипом в плане расположения пера, но гораздо удобнее для меня писать такой ручкой, потому что взяться можно, в принципе, где угодно повыше, пониже, вообще никаких проблем. То есть ручка сидит в руках довольно хорошо и приятно, приятно сбалансировано, ничто никуда не перевешивает. Вот так вот, так вот можно взяться здесь, 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 где угодно, нет никаких ступенек, понятно, никаких резьб, все как бы прекрасно и хорошо. Так, что еще я забыл рассказать? Наверное, все, про перо рассказал, про подсказки уберу в сторону, про перо рассказал, про внешний вид рассказал. Давайте посмотрим, как у нас пишет эта перочка. Возьмем бумагу, верхняя вьетнамская бумага, посмотрим, не пересохли у нас перо, нет, перушка не пересохла. И начнем писать, то есть у нас ручка от компании Mojone под названием A1, и тут у нас Extra Fine перо. Перо довольно сухое, видно, что поток чернил довольно слабенький, можно, наверное, развести, но смысла это нет, все-таки Extra Fine. Пишет, ручка приятная, хорошо, без пропусков, с небольшим фидбэком. Опять-таки, это Extra Fine перо, не стоит удивляться, проблем никаких у меня с этим пером не было, ни хардстартов, ни пропусков. То есть вот сейчас ручка расписалась, но все равно пишет сухо, учтите это в виду. Ну и других перьев, кроме как Extra Fine, нету. В целом, в целом же очень приятная перышко для письма на любой бумаге. Обратной стороной писать можно, если вот этой ручкой писать обратной стороной очень легко, то есть очень легко взять ручку в руки обратной стороной. Оригинальный пилот, тяжело взять, вот этот вот клип попадает на палец и будет мешаться. Так, ну в принципе, наверное, все на этом. Да, чернила. Тут тоже довольно сухие залиты. Черникла. Компании Пайлот и называются они Blue Black. В общем, что интересно про эту ручку? Давайте положим оригинал рядом. В общем, ручки от компании Пайлот существуют со стальным пером. Стоимость начинается от 70 долларов. Стоимость золотых ручек от 100 долларов за ручку типа Десима и 150 за ручку крупноразмерную Ванишенпоинт или Каплис. Китайские ручки можно купить за 20 долларов, 25, то есть за цену одной ручки от известной компании Пайлот. В 70 долларов со стальным пером можно взять, например, две с половиной, ну, две или три ручки от китайцев. И можно взять несколько разных видов с клипом, без клипа и понять, как ручка у вас лежит в руке. То есть это такой довольно удобный формат, скажем так, чтобы понять, нужна ли тебе и подойдет ли тебе ручка без колпачка, подойдет ли она для конкретно твоего стиля письма. А в целом, в целом, очень приятная ручка, мне понравилась. И, наверное, все на сегодня. Вот такой вот был обзор. До новых встреч. Лайки, подписки, комментарии. Всем пока-пока.